Приветствую вас, Кирилл. Вы, конечно, много написали, достаточно, но как-то это все знаете больше про факты, больше про государство, каких-то фактов и не совсем понятно, чего вы вообще хотите. Давайте начнем, наверное, с вопросов. Вы спрашиваете, как это понять и что делать в данной ситуации. Понимать это так, что ваша жена, скорее всего, манипулирует, вам и идет, что вы будете ее умолять, вернуться на своих условиях и будет их вам диктовать. Вот. Это первый вариант. Второй вариант, это то, что жена действительно считает, что развод необязательный, не так важен, это всего лишь там паспорт, и, в общем-то, только вы лучше знаете, что ближе к истине, потому что именно вы с ней жили 10 лет. Мы, как психологи, но, к сожалению, как незнакомые люди, этого подсказать не можем. Мы не знаем вашу жену, не знаем, какой она человек и что для нее важно. Дальше. То, что касается момента с тем, что делать в этой ситуации. Ну, нужна цель, во-первых, то есть, что делать, чтобы что, поэтому, потому что сейчас никакой цели нет, не очень понятно, опять же, чего вы хотите. Хотите вы вернуть жену, это одно, хотите вы, там, разобраться в себе, это другое, то есть, вот, что именно, чего и чего именно, чтобы что вы хотите сделать. Вот. Вот. То есть, у меня такое ощущение, что вы, вообще, вот, как-то, ну, не готовы для себя ставить какие-то цели и к ним идти, не готовы брать ответственность за эти цели. Вот. Такое у меня ощущение возникло. Эээ, значит, смотрите, в контексте вашей истории, что я могу сказать. Я выделю такие отдельные моменты. Значит, первое. Эээ, на протяжении вы пишете всех десяти лет, ваша жену постоянно что-то не устраивало, вот, вы пишете, и, ээээ, значит, сама, ээээ, инициативы не проявляла. Ээээ, ну, опять же, если на протяжении всех десяти лет, ваша жену что-то не устраивала и сама, она инициативы не проявляла, то возникает вопрос. А, вы же такую женщину выбрали себе сами, как бы. То есть, это звучит, как претензия. Типа, она, вот, ее не устраивала, она инициативы не проявляла. Ну, хорошо, но вы же сами ее выбрали. То есть, как бы, в чем здесь, эээ, смысл. Вы выбрали женщину, ей постоянно что-то не нравилось, она не проявляла инициативу. Вот, но вы ее выбрали. Так, эээ, вы пишете, что на этой почве стал выпивать чаще. Так, извините. Вы, вместо того, чтобы нести ответственность за свой выбор, просто стали убегать. Убегать в алкоголь. Ну, это вопрос к вам. Опять же. Дальше, значит, эээ, вы пишете, что специфика работы такая, что приходилось выпивать не за пойми. Ну, опять же, это звучит, честно говоря, больше, как какое-то оправдание, да. То есть, я мог бы, конечно, сделать скидку на то, что у нас российская специфика такова, что выпивать приходится. Но, знаете, честно говоря, это уже, в настоящее время это уже выглядит странно, мягко говоря. Извините, профессионализм, да, и алкоголь. Дальше. Эээ, скандал. Скандалы. И ссоры между вами и вашей женой. Значит, во-первых, обязательно изучите психологическую игру. Скандал, она так и называется. Эээ, психологическую игру перекидывания горячих картофелин. Эээ, и психологическую игру судья. Эээ, вот, это все запроческие, это те запроческие игры, эээ, в которые, в которые вы, вероятно, играете. Это первое. Второе. Эээ, в любом, в любом скандале, в любой ссоре ответственность несут оба. И вам необходимо определить, какой, какой вы вклад вносили в скандалы и ссоры. Какую ответственность за них вы несете. Эээ, осознавание этого позволит вам ситуацию изменить. Дабы это больше не повторялось. Вне зависимости от того, будете ли вы с, ээээ, ну, будете ли вы со своей женой или будете ли вы с кем-то еще без разницы. Дальше. Вы пишите, что стал временно безработным, жене работу предложили, а, эээ, договорились, что она будет работать. На этой почве сдали нервы. Пишите вы. Опять же, не совсем понятно, что вообще происходит. Ну, сдали вы временно безработным. Ну, ну, было неприятно, конечно, ну, было. Вот. Ну. Что вы подразумеваете под тем, что у вас сдали нервы? Что вы подразумеваете под этим? Что вы имеете ввиду? Непонятно. То есть вы, вы восприняли негативно, что стали временно безработным. Ну, понятно, что ничего хорошего в этом нет. Ну, это же свидетельствует о том, что вы не уверены в себя, что вас это задело. Ваше самолюбие, самооценку. Следующий момент, последний. Это то, что ваша жена при скандалах, при ссорах уезжала с маме и вывозила все вещи вплоть до люстр и ковров. Опять же, как-то странно здесь выглядит тот факт, что вы это, ну, снова и снова, это было не один раз и не два, а это все вы терпели. То есть это все принималось, принималось с вами. Странно? Странно. Потому что имущество, как-то, как минимум, принадлежит, ну, не только ей, а половине. И то, что сейчас она вывезла в силу из квартиры, это тоже незаконно. Половина имущества вашего. В общем, вам нужно ей сообщить. Такая вот история. Вот те моменты, которые я могу выделить. Если у жены вашей есть, ну, это не второй брак, то, соответственно, это точно очень важно, что первый брак по какой-то причине распался. То есть это всегда есть какие-то основания, всегда есть, ну, какие-то причины и нельзя просто так вот к этому относиться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.